На следующей странице, п. 332, посмотрим на кое-что новое. Новое, относительно новое. 332. Видите, что есть таблица? Вы знаете, что есть ряд существительных греческого происхождения, оканчивающихся в единственном числе на А, которые принадлежат другому роду. Например, «ИЛ ПРОБЛЕМА». Видите, первый раздел в таблице. Следующая. «ИЛ ПРОБЛЕМА», «ИЛ ТЕМА», «ИЛ ПРОГРАММА», «ИЛ ПАНОРАМА», «ИЛ ПОЭТА» – это все греческие существительные. Оканчиваются на «МА», не обязательно на «А», точно, но являются исключениями, не принадлежат первому женскому роду, а мужскому роду. Все-таки, именно поскольку они принадлежат мужскому роду, в множественном числе приобретают правильное окончание множественного числа мужского рода, то есть «И». «ИЛ ПРОБЛЕМА» – «И ПРОБЛЕМИ», «ИЛ ТЕМА» – «И ТЕМИ», «ИЛ ПРОГРАММА» – «И ПРОГРАММИ», «И ПАНОРАМА» – «И ПАНОРАММИ», «И ПРОГРАММИ» – «И ПОЭТА» – «И ПРОГРАММА» – «И ПРОГРАММА» – «И ПРОГРАММА» – «И ПРОГРАММА» – «ДАЛЬШЕ» «Найдем то, что уже встречали, когда мы читали про личную жизнь знаменитого дизайнера моди Горго Романи». Есть другой ряд существительный, оканчивающийся в единственном числе наиста, которые в единственном числе не меняются по роду, по правилам, только в множественном числе. Обратите внимание. И журналисты, в множественном числе журналисты, но в каждом роде это находитесь в единственном числе не меняются, но в множественном числе не меняются по правилам. И журналисты. Гли автомобилисты, мушени, л'автомобилисты, геншина, ле автомобилисты, геншини, л'артисты, ги артисти, л'артисты, ле артисты. О, надо запоминать такие правила. Хорошо. Дальше, на странице 333 встречаем таблицу, таблицы точнее, которые нам напоминают следующее. Первая таблица. Продолжение следует... В этом варианте я буду препятствовать, но это препятствия, это не на самом деле мы говорим. Допустим, ПОТЕРЕ, поскольку я Восновь содержит букву Т, Лучше спрятано в первом варианте, ПОТЕРЕ спрячусь так, ПОТЕЕ, ПОТЕСТИ, ПОТЕ, ПОТЕММО, ПОТЕСТЕ, ПОТЕРОНО! Набожна предъявление, Восновь глаголи Глаголи потere нет букви Т, ПОТЕММО, ПОТЕСТЕ, ПОТЕРЕНО! ПОТЕММО, КРЕДЕТТИ, КРЕДЕТТЕ, КРЕДЕММО, КРЕДЕТСТЕ, КРЕДЕТТЕРО! И потом глаголи третьего спряжения, допустим, «ушире». «Уши» – удвоение четко произносится, это как звук по длине, подольше. «Ушисти» – «уши» – и ударение четко произносится, это звук погромче. «Ушиммо» – «ушисте» – «уширено». Третья таблица – «нам пакази», это глаголи, а канчиво, ащися нандере или надере, которые являются не правил, не менее саблиодетсо и правила. Сьес «нам пакази», это только спряжения, первалиться и динственное число, «чьедере» – «чьеси», «чьудере» – «чьуси», «decидере» – «decиси», «пердере» – «persи», «пrendере» – «пresи», «риспondere» – «риспози», «спендере» – «спesi», «accendере» – «accesи». Третья таблица – «нам пакази», «вэт» – «лаголи, а канчиво, ащися нанчере» – «эйнанчере» – «катори» – «тоже» – «саблиодетсо и правила» – «conвинцере» – «conвинси», «винцере» – «винси», «giungере» – «giунси», «пианжере» – «пианси», «дипингере» – «дипинси», «спингере» – «талкат» – «спинси». Четвертая таблица – «нам пакази» – «сосемь своеобразни» Глаголи, которые восприяжение требует удвоение букви «essere». Это глагол «дире» – «дисси», «leggере» – «lessси», «скривере» – «скрисси», «вивере» – «висси». Другие глаголи, которые требуют удвоение букви «essаннака» «венери» – «венни», «волери» – «воли», «tenери» – «tenни», «бери» – «бери», «бери», «кадери», «кади», «сапери», «seppi», «стари», «стetti». И последняя таблица нам напоминает, какие суффиксы увеличения, здесь по очереди, увеличительной формы, улазкательной формы, даже не так. Уменьшительной формы, улазкательной формы, увеличительной формы и унизительной формы, допустим, с существителем «рагатство паре». ИНО – это суффикс уминицией формы, «рагацино», «мальчик». ИТО – это, ласкательная форма, «рагацетто», «мальчишка». ОН – это, увеликитная формы, «рагаццоне», «мальчишка». ОН – это, ласкательная форма, «рагацетто», «рагацетто», «мальчишка», «рагацетто», «мальчишка». Хорошо. 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 Хорошо.